здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу показать вам как пожарить карасей так чтобы косточек маленьких этих не было сначала мы их почистим чистить их лучше в воде чтобы чешуя не разлеталась ну как я это буду делать я вам не буду показывать сейчас почищу и покажу что дальше делать чешуя сейчас очищается очень легко в этом ничего сложного нет далее отрезаем голову убираем внутренности можете разрезать можете не разрезать можете так вытащить все обязательно надо промыть внутри все и хорошенечко все вычистить также и со вторым поступлю так теперь берем карасика и начинаем нарезать вот так вот на полоске спинку его тонкие косточки только спинки вы слышите как они хрустят когда будет жариться в горячем масле то они перегорят потом еще в духовке будет доходить вот нас интересует только спинка вот здесь ребра они крупные ими никто не дается как правило дается всегда мелкими вот так же и со всеми остальными поступим так ну вот у меня тут 6 карасей я их всех почистила порезала таким образом сполоснула и сейчас я их посолю чуть-чуть присолю маленько они полежат посолены и все внутрь обязательно везде соль попала берем приправу для рыбы пойму в муку перемешиваем и обваливаем рыбку в муке а пока там раскаляется масло ну вот рыбка жарится сейчас я ее переверну аромат идет обалденный уже от самой рыбы от приправы вот я перевернула карасиков они поджарились но не развалились как то могло бы быть несмотря на разрезы пока рыба жарится я порежу две вот таких вот луковицы мелко для соуса сметанного вот так вот нормально и и этот лук буду обжарен после того как рыбка пожарилась я ее сейчас скинут в эту кастрюлю вот такая вот у меня кастрюля надо бы поменьше но что-то я нет у меня поменьше сейчас вот рыбка она уже в принципе готова можно сейчас ее кушать но сейчас увидите что будет дальше в этой кастрюлю мы будем до кондиции доводить так вот в этой сковородке обжариваем лук чтобы он золотистый стал надо мне добиться итак друзья вот лук становится уже золотистый такой поджаренный хороший сейчас будем вводить сюда муку я взяла ту самую тарелку на которой я обваливала рыбу вот кстати так вопросу куда девать оставшуюся муку после жарки рыбы а вот именно на этот соус и пустить я туда добавил еще муки и еще приправы и сейчас я это введу в сковородку с луком так ну вот я ввела сейчас я муку чуть-чуть обжарю и введу сметану вот здесь у меня три ложки сметаны сейчас ее туда забабахаю хочу вам показать как выглядит лук с мукой еще до того как я сметану ввела сейчас покажу как поставка к сметану виду ну вот я сметану ввела сейчас по сметантой маленькой размешаем и введу водичку туда водичка у меня маленько со льдом ничего страшного чем больше водички тем больше соуса в итоге получится и потом в этом соусе мы еще рыбку дотушивать будем соус я не солила сейчас я попробую рыбу и решу буду я досаливать соус или нет а то может мне и не надо вот столько соуса получилось это лук и примерно 3 4 ложки и воды 800 миллилитров примерно вот сейчас соус доведется до кипения закипит сейчас соус закипит и все я его введу в кастрюльку с рыбой вот он уже закипает нам уже готов ну вот сейчас я введу соус в рыбу и и поставлю на медленный огонь дотушиваться она будет медленно томится еще и соусе ну что будем пробовать сейчас посмотрим найдем ли мы хоть одну косточку маленькую вот то что он был в спинке ну во первых это очень вкусно во вторых никаких косточек я не ощущаю они размягчились да этот метод действительно хорош великолепный караси ну все мне очень нравится этот соус ну вот большие косточки вот они на маленьких действительно нет но этот метод хорошего для таких вот маленьких карасиков если караси более крупные то есть метод не прокатит косточки не размягчаться нас только ну все ребята кому понравилось мое видео ставьте лайки кто не подписался подписывайтесь нажимайте на колокольчик всего вам доброго продолжение следует